Всем привет, меня зовут Ева Чехова, я приветствую вас на канале Аромакод. Сегодня у нас обзор новинки от Byreda, аромат выпущен в 2021 году и называется Open Sky. Подписывайтесь на наш YouTube канал, если вы этого еще не сделали, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и мы начинаем обзор. Аромат новый, он выпущен в 2021 году, недавно со всеми Byreda вышел аромат Mixed Emotions, это дань 2020 году уходящему и следующему 2021, мы оставим ссылку в описании под видео, я там рассказывала о аромате Mixed Emotions, на сегодня еще одна новинка Open Sky. Нот не так много, в верхних нотах помело, черный перец, в средних, собственно, глава аромата конопля, еще в базе ветивер и пало санта, давайте подробнее. С самого начала слышу помело, чуть-чуть, буквально он добавляет просто сочности и сладости, как будто откусили чуть-чуть кусок, и все, и на этом заканчивается. Перец тоже слышу в удалении, для меня верхние ноты скорее составляют единый аккорд, но ни в коем случае не отделяются от средних, от базы, они просто играют большим, красивым каким-то, я даже не знаю, оркестром, назовем это так, потому что для меня этот аромат на ноты не разделяется. Мы уже делали обзор ароматы с наркотиками, с наркотическими нотами, у нас есть на канале это видео, Open Sky, естественно, туда не входил, так как это новый аромат, самый известный аромат с нотами конопли, марихуаны, есть у Eccentric Molecules, это кински. Если сравнивать их, я думаю, что все понимают, что я их буду сравнивать, вот этот намного мягче и красивее, кински, острый аромат, для меня слишком, слишком про коноплю, слишком острый. Вот все, что over, здесь очень мягкая конопля, она, знаете, как будто жирное, маслянистое масло конопляное, скорее, но очень яркое, не лишенное вот этой нотки, травки, которую покурили, какого-то дымка, здесь смолы, все это смешивается, превращаясь в великолепный теплый пряный аромат. Витивер и Пало Санто дают красивую древесную ноту. Пало Санто это священное дерево индейцев, и считается, что это уникальный аромат, он присущ только ему, поэтому нужно пробовать вдыхать. Пало Санто используется для благовоний, говорится, что даже если закрыть коробку, в которой лежат маленькие брусочки, которые разжигают, будет слышен аромат через коробку, настолько он сильный, стойкий и красивый. Ну и дух Пало Санто сжигают дерево в маленькие эти брусочки, считается, что оно отгоняет злых духов, что оно способствует очищению атмосферы, энергетики и так далее, и так далее, обладает священными свойствами. Говорится о том, что это дерево, естественно, драгоценное, и оно не теряет свой запах, даже если его покрыть лаком и краской. Оно обладает очень сильными водоотталкивающими свойствами, но почему здесь все происходит? Потому что оно содержит очень много маслянистых и смолистых вкраплений. Я это все здесь чувствую. Не просто деревяшки, сухие какие-то деревяшки, а именно смолы, масла, конопля, дерево, пряности, чуть перца. Очень глубокий, красивый аромат. Не столько про травку, сколько про гармоничное звучание природы в одном аромате. Мне очень нравится. Аромат скорее для осени, потому что он достаточно насыщенный, либо для вечера, или для прохладной погоды, по крайней мере, ему точно нужно пространство. Он стойкий, больше 8 часов точно будет держаться на коже, на одежде, до стирки, скорее всего. Он достаточно масляный, вот вряд ли это будет видно, но он на блотере оставил следы, хотя он прозрачный по цвету, сам парфюм, но он оставляет следы, поэтому он точно не для светлой одежды, по крайней мере, на темной одежде еще как-то, но все же парфюм для кожи, для волос, потому что на одежде он может оставить жирноватые масляные следы. Шлейф. Если будет пространство, если будет ветер, будет дальше двух метров, однозначно, потому что даже вот так слышу его с блотера, даже вот так, мне кажется, я его слышу. Если это будет микронанесение, только вот на какие-то точки, то это будет шлейф, мне дальше вытянуты руки, но это не тот аромат, который сидит близко к коже, он заметный, он яркий. Если вам хочется добавить какого-то настроения себе, однозначно этот аромат попробуйте. Если любите глубокие, красивые, древесные ароматы, со смолами, маслами и еще на тему травки, вот этот зайдет 100%, потому что вот для меня это буквально один из фаворитов теперь. На сегодня это все, пишите ваши комментарии. Для меня это очень интересный парфюм, по крайней мере во мне он вызвал эмоции, нам будет очень интересно почитать ваши ассоциации с ним. На нашем сайте aromacode.ru вы можете заказать пробную версию аромата, поносить и понять, насколько он подходит именно вам. Мы с вами увидимся в следующих выпусках.